Навести порядок на дорогах непросто. Поэтому инспекторы ГИБДД практикуют различные методы контроля за маршрутчиками. На этот раз наблюдение велось из машины без специальной раскраски. Чтобы не вызывать у шофера подозрений, на крыше был размещен знак «Учебная машина». Объектом для внимания стала одна из газелей 35-го маршрута. Только на половине пути, от площади революции до конечной суховки, водитель заработал штрафов на 2500 рублей. Проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, перестроение из ряда в ряд. При осмотре транспортного средства были выявлены такие недостатки, как отсутствие ремней безопасности на дверях аварийного выхода. Внутри салона заблокирована одна из дверей, тоже одно из нарушений. Заблокирован ремень безопасности у самого водителя. Таким образом, инспектор в очередной раз убеждается, что на уме у маршрутчиков только прибыль. Похожего мнения придерживаются и пассажиры. Газели, конечно, меня очень волнуют. Потому что скорость водителей настолько дикая, что боишься, доедешь живой или нет. И я даже боюсь, откровенно говоря, что садиться на газель, меня просто трясет. Даже вот смотришь на них и думаешь, что он не в трезвом виде. Среди множества мнений гаража на газелях к положительным относится лишь одно – быстро и удобно. Но скорость понятия весьма коварная. Не знаю, как вы, а лично я думаю о безопасности в первую очередь. И предпочитаю ездить на автобусах или троллейбусах. Как говорится, тише едешь, дальше будешь. В идеале такого же принципа должны придерживаться и водители маршрутных такси. Но среди газелистов, особенно молодых, находится немало желающих полихачить. Водители в возрасте, умудренные опытом, ведут себя на дорогах более осторожно. Некоторые водители бывают и более аккуратные на дороге. Некоторые очень плохо себя ведут на дороге. То есть, ну, подрезают. Ну и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, ну, все водители разные. Во многом причину беспорядка на дорогах инспекторы видят в том, что управляют пассажирским транспортом совсем неподготовленные люди. А образ водителя, как мастера своего дела, который бытовал в советское время, сейчас оказался утрачен. Любовь Почерникова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.